Привет, друзья! Я гуляю по Харькову и что хочу вам рассказать, что сейчас я зайду в антикварную лавку. В антикварную лавку в самом центре нашего города и посмотрим, что же там интересного есть в этой лавке. Кстати, партнер этого видео Виолити, на котором вы можете приобрести любые антикварные предметы, а также продать свои лоты. Так что переходите, ссылочки будут в описании. Уху, друзья, вот это раритет. Смотрите, у нас Аверс, Аверс еще. Куловар называется Тет-а-Тет для двух человек. Герб Украины из копеек украинских 1906 года, да? Всех сойдет со шестого года. Это без резерва стоит? Без резерва. Слушайте, я постараюсь туда сегодня до видео выпустить, чтобы люди могли посмотреть. Так, ну что, давайте посмотрим, какие есть антикварные лавки в центре города. Да, возможно, здесь что-то можно прикупить. Салон антиквариата. И вот такой вот гость. Привет. Спустимся, глянем, что тут есть в антиквареатах. Итак, это одна из лавок в Харькове, да? Как называется? Ну, раньше был магазин, назывался Деньга, а сейчас он просто называется антиквариат. Просто шикарный магазин антиквариата. Ну, я специализируюсь больше на украинских монетах, да? Но, я думаю, можно прикупить себе и что-то, то, что в этой тематике. Вот я вижу, украинские статуэтки, да, есть. Все на продаже, в принципе, если я хочу что-то купить? Да. Казаки. А сколько стоит такой казак? Товакулы и черт. Да. 600 гривен. Ага. Да, Киев. Ага. Класс. И я знаю, у вас блог есть свой в Инстаграме. Как можно найти тем, кто будет смотреть это видео? Антик Дейли Ньюз. Но лучше ссылку поставить, потому что название очень длинное. И украинские, я вижу, тоже есть? Да, небольшая часть есть. Что суперредкого тут можно себе купить? Наверное, самое редкое, кстати, будет с Харьковом связано. Но это не... 350-й Харькова монетка, да? Нет, вот. Ага. Это упаковка не национального банка. Это в Харькове. Был такой банк-базис. Какого-то из наших местных олигархов. И они вот для себя сделали вот такую вот... Подборочку? А, это Ёма, это же Аваков. Так, Аваков. Короче, это его банк был. И вот этот банк выкупил монеты НБУ, которые относятся к Харькову. Запечатал свой буклет. Ну и, я не знаю, перед кем-то... Вот там все перечислено. Ага, ну, реклама банку, да? То есть, такой вот... И плюс они... Такого банка уже не существует. Да, да, мне что-то кажется, что нету. А, это у нас самое известное 350 лет. Каразина, потом, что еще. Ну, вот это ХАИ, который я заканчивал. Класс. 5 гривен. И сколько, интересно, такой наборчик стоит? Такой набор 700 гривен. 700 гривен. Прямо хорошая подборочка. Я думал, вы сами сделали. Не-не-не. Слушайте, прям очень эксклюзивно. Интересно, тираж тут не написан такой? Нет. Где-то указан 100%. Ну, это точно, однозначно раритет. Такое... Ну, уже мало, да. Потому что это как бы не НБУ выпускало. Ну, редкая монетка, как бы, 350 лет Харькова. Если она в хорошем состоянии, я вижу, что она более-менее... Непонятно, какая тут вот что-то... Пыль была, не была. Ну, это хорошая монета. Обычно они, кстати, были в плохом состоянии. В плане, что, поцарапанное поле монет. Ну, они же имели статус обиходных на тот момент. Поэтому они все бы пошли в обращение, в основном. А это же монета не из обращения, а из банка. Кстати, ХАИ тоже, в принципе, что-то стоит сейчас. Ну, я помню, что эти монетки кто-то выкупил так прилично. И сложно было в Харькове их прикупить. Цену я сейчас, наверное, не вспомню. Но можно глянуть на ЮАКОНС. Ну, сейчас цена где-то гривен 350, наверное, за вот этого. И совсем молодой Аваков. Ну, да, еще без второго подворотка. Ну, мы просто, да, да. Это он еще стрелился только. Мы увидели тут на площади. Ну, он же, кстати, харьковский, да. Тут же мы принимали в свое время, что с ним пока не было. Банкноты. А, можно посмотреть в банкнотах РАНКО? Там, кстати, особенность этих банкнот, на самом деле, мало кто обращает внимания. Но те, кто покупал, да, что номера CB начинаются с восьмерки. То есть, если с нуля. Если посмотреть номер вот в такой, в таком конверте, он должен начинаться там с трех нулей. Оптимально. Мы снимали про самовары. Вот Славка, удовольствие встречались. Вот его тема, кстати. Сейчас я покажу более интересную. Тема самоваров. Самовар называется Тет-а-Тет для двух человек. Ага, на четыре чашки чая, да, он? Ну, я замерял. Здесь, получается, шесть двухсотграммовых стаканов туда попадает. Ну, наверное, при кипении там что-то. Ну, думаю, по две чашки. Класс. Ну, вот-вот-вот-вот, четыре чашки чая, это Тет-а-Тет. Да, вот-вот. И сколько такой стоит? Ну, сейчас пока на торгах, пока дают полторы. Я надеюсь, там где-то... Он на Виолите уже? Да. Без резерва стоит? Без резерва. Слушайте, я постараюсь сегодня это видео выпустить, чтобы люди могли посмотреть. И, кстати, вот этот еще на торгах. Мне Саша рассказал с канала «Лако удовольствия», что зачем их покупают, собственно. Я думаю, ну, кому они нужны? А оказывается, по назначению применяют эти... Ну, говорят, чай у них вообще необычайный. Да, ну, я, честно сказать, не пил, но, надеюсь, попробую. Мне властается, что вкусно. Ага, и вон мы видим герб Украины, из копеек украинских 1946 года, да? Всех 1996 года. Всех, да, да. Вот это раритет, да? Да, вот такие монеты. А что, в 1994 кое-де попадают? Ну, 1994, ну, он такой, да. Средняя редкость, конечно. Ну, там, я шучу. 1994, конечно, наши монетки хотелось бы многим увидеть в коллекции. Сравнить с теми монетами, которые были. Так, чтобы не бликовало. Я себе, честно сказать, прикупил когда-то в свое время, ну, немного, штук 5. Я пока не пойму, как их правильно хранить, чтобы прямо они не потерялись и было видно. Ну, да, а вот там есть. Через холл, в холдере. Да, там холдера, да. Есть какие-то пластиковые холдеры, чтобы как-то так, знаешь, красиво. По-моему, и так красиво. Во-первых, по самой чешуе же не поймешь, кто там, правильно? Ну, да, подписывать. Они все здесь подписаны. Причем можно ставить и степени редкости, и даты какие-то. То есть холдер, наоборот, более так развернутую информацию. А так ты можешь вообще потерять их. Бывает буковка туда, буковка сюда, сзади на легенде. И все, и монета уже там степень редкости совсем другая. А какая цена сейчас? Более ревен по 50. Ну, простые. Алексей Михайлович и Михаил Федорович. Понятно, годунов дороже. Класс, класс. Ну, годунов тоже. Кому нужны такие монеты, приходите. Мы сейчас в центре города, Сумская. На Сумской прям самый-самый центр. И вот монетки для царизм. Ну, моя тема большая по Украине. Кто любит, можно прийти посмотреть. Есть такая штучка. Так, что тут у нас? 2005 год. Охо, друзья, вот это раритет. Смотрите. У нас аверс-аверс. Еще и пересоотношение 180 градусов получается, да? У нас период. Ну, вообще-то подделка, ну да. Подделка. Ну, судя по горту, она не склеенная. Это стакан, так называемый. Да, она не... То есть, берется один пятак, вырезается, ну вот как... Что-то типа такого с ним делают. Ага. Вырезают. И вставляют? Потом берется второй пятак, да. Вырезается все остальное, его просто вставляют. Давайте посмотрим. Так, как будто бы вкле... Вот это, чтобы не попасть на такую подделку. Да, вот с этой стороны четко видно. Вклейку? Ого. Да, это интересно, конечно. То есть, она чуть-чуть вот видно, если под увеличительным стеклом, под двадцаткой, то это можно увидеть, ну, даже где она срезалась, заготовка. Ну, вот такая монета, 50 копеек, например, которые изготавливались на Луганском станкостроительном заводе, в районе 4 тысяч 4-4 500 можно купить. 50 копеек 96-го года, в принципе, на аукционах они попадаются. Таких я не видел, что 5 копеек, а 50 копеек довольно дорогие. Такого, это уже в НБУ производилось. Это уже не могло такого быть. Такого нету, если кто-то кого-то попросил сделать и могли же там пануть. Вопрос только договоренности, сколько такое может стоить. Сейчас такое там не проходит. Видите, вот есть, значит, НБУ. Это на продажу или так, просто как сувенир? Ну, это же подделка. Я подделки не продаю, так для себя надо прикалывать. Если кто-то там на Орла и Решка. Да, Орел и Решка, и вы будете всегда выигрывать. Друзья. Главное быть задоорлом. Видите, какие умельцы есть. Вырезают и потом такие щи на, как говорится, на Улыксе и так далее. Да, поэтому надо всегда обращать внимание там, где гурт сходится с вот этой вот кантиком. Ну, супер. Конечно, есть что посмотреть. Друзья, заходите в гости. Я оставлю ссылочку в описании. Вот. Может, сейчас тоже съешь что-нибудь прикуплю. Ну, конечно, не самовар. Вот. Потому что пока не знаю, как его растапливать. Но, возможно, в будущем тут много чего интересного. Так. Для харьковчан будет интересно посмотреть прямо, как выглядел харьков. А это, получается, они царские, да? Так, причем и такие яркие, довольно красочные. Прямо космос. Тут даже вот, пожалуйста, с ятями, со всеми делами. И сколько такая стоит? Такая Грин-300. Ага, Грин-300. И есть еще... Да, вот вокзал. Обалдеть. До какого года, интересно? Ну, так конец девятнажки, начало 20-го. Иногда даже даты где-то ставят. Но тут ее нету. Да, прямо с какими-то текстами. Харьков, Харьков, фотографии. Да, тема наша. И даже, я вижу, какая-то есть карта. Да, да. Не совсем настоящая, но... Ага. Совсем не настоящая, да? Да. Я так сказал. С отрицательным знаком подлинности. Ну, все равно, как копию, как копию, кто-то себе может прикупить. И пушки. Ну, короче, много всего такого. Как в музее, можно сказать. Уже без Ленина площадь. Уже открытки подорожали. Да, ну, сейчас. Потому что Ленина не... И, кстати, этот вокзал Южный. Ага. Это как фотография, да, получается? Да, это открытка фотографическая. Ага. Вот. Класс. Да, слушайте, супер. Прям можно прийти, как в музей сходить. Так что заглядывайте. И ссылочки на Виолити я оставлю в описании на лоты, которые сегодня показывались. Интересно. Заходите и покупайте, друзья. Вот такой вот самоварчик. Так, друзья. Ну, что? Вот так вот зашел вот такой антикварный магазинчик. У нас прямо в центре города совсем. Это на Сумской. Преуглице города Харькова. Сейчас вы ее увидите. Так что, друзья, понравился такой выпуск. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Вот наша главная улица Сумская. Будем гулять дальше по антикварным лавкам. Всем удачи. Пока-пока.